Молодые люди В самом начале века юноша, точно такой же, как эти, тоже решил стать физиком и пришел в Петербургский университет. Ваше дело, встретил его профессор, но своему сыну я этого бы не пожелал. Вы молоды, стоит ли тратить жизнь на физику? Здесь все уже открыто, здание построено, его надо только подметать и иногда ремонтировать. Так было всего семь десятилетий назад. Тогда пришел в физику Петр Леонидович Капица. Петр Леонидович Капица И так каждое утро. И ничто не может сбить его с намеченной программы. Ни печаль, ни радость, ни даже сообщение, которого, конечно, ждал он не один десяток лет, присуждение Нобелевской премии. Дорогой Петр Леонидович, все собравшиеся дети поздравляют вас с великим признанием ваших научных достижений, которые хоть несколько затянули, но все-таки произошло. Дорогой Петр Леонидович Капица Я ожидал, что вы будете приветствовать меня. Так начался в этот день ученый совет Института физических проблем. У нас сегодня повестка насыщенная, 11 пунктов. Я прошу, товарищи, покороче. Учитель благодаря своему опыту руководит направлением работы, но в конечном счете его учат ученики. Они углубляют его знания и расширяют его кругозор, полагает Петр Леонидович. Он убежден, по мере того, как ты становишься старше, только молодежь, только твои ученики могут спасти тебя от преждевременного мозгового очерствения. И еще один вывод из опыта в собственной жизни. Каждый ученик, работающий в своей области, конечно, должен знать больше, чем знает в этой области его учитель. За хвостик ты не ухватили здесь. Вы думаете, публиковать этот результат? Да. Лучше подождать, пока он поймет, а то понюхайте собаку, а кто-то вычет. Ну что ж, товарищи, я уже могу горить за эти розы и предлагаю распределить между нашими, дамской частью наших научных сотрудников. И кто распределит, наверное, человек, который наибольший дон Жуан. Поэтому я предлагаю Алёше Абрикотову... Ну, спасибо, товарищи. Принято считать, что молодежь наше будущее. Капица полагает иначе. Молодежь наша настоящая. Новое в науке, как правило, создается молодыми. И поэтому, чем раньше они получат доступ к современным приборам, чем раньше им дадут самостоятельную работу, тем короче может стать путь к открытию. Эта идея Капицы, поддержанная другими крупными учеными, 30 лет назад легла в основу создания Московского физико-технического института. Одним из первых выпускников физтеха был и профессор Игорь Раткевич. Вот школа, школа играет колоссальнейшую роль. Известно, что, в общем, и в науке, и всюду достаточно много консерватизма. И если школа есть такая, которая, в общем, ориентируется на наиболее современный дух науки, эта школа всегда оказывает исключительно большое влияние. Поэтому, хоть и Петр Леонидович действительно бывает не столь часто здесь, в стенах Московского физико-технического института, но Петр Леонидович представляет собой идеальную какую-то фигуру, как ученого. Ну, надо сказать, он лауреат Нобелевской премии, академии, но он сам лично принимает и слушает все дипломные работы, чего далеко не каждый заведующий кафедрой даже намного меньшего ранга делает. Он этого не передоверяет никому. Вот любой парень всегда может попасть, если захочет к Петру Леонидовичу копиться и решить любой вопрос. Вот это мне страшно импонирует, что он никому не передоверяет воспитание молодого поколения. И, насколько я знаю, ребята страшно любят вот такое отношение, когда, видно, действительно один из крупнейших ученых современности, он вот так с большим вниманием относится к ребятам, и он очень внимательно следит за судьбой своих ребят. Молодежь, и это тоже вот Капица всегда подчеркивал. Академик Андрей Боровик-Романов. Почему Капица в 84 года работает так хорошо и с таким удовольствием, это то, что он всегда работает с молодежью. И вступительный экзамен в аспирантуру опять-таки принимает всегда лично Петр Леонидович. И к каждому из этого, к каждому такому экзамену он придумывает задачи. Большей частью обычно ответов никто не находит. Но задачи построены для того, чтобы увидеть, как человек ориентируется, как он начинает размышлять. Потому что все задачи именно сделаны для того, чтобы человек, чтобы можно было видеть, как человек думает. Причем задачи ведь интересные. Они даются обычно там утром в этот день, а экзамен состоит часа в 4-5 вечера. Экзаменующиеся имеют право делать все, что хотят. Они могут ходить в библиотеку, читать все книжки, советоваться со всеми профессорами, докторами, существующими в институте. Это все равно им мало помогает. Потому что потом, когда они приходят и начинают рассуждать, то видно, так сказать, все. Но это нельзя, так сказать, это нельзя просто переписать откуда-нибудь. С какой скоростью человек должен бежать по воде, чтобы не утонуть? Почему, когда варишь сосиски, они лопаются обычно вдоль, а не поперек? Почему гром гремит дольше, чем сверкает молния? Мы подготовили такую маленькую пародию на экзамен, который проводит Петр Леонидович с аспирантами и с кандидатами наук. Это аспирантский и кандидатский экзамены. Я должен был изображать самого Петра Леонидовича. Рассказывает Владимир Песков, который отлично знаком с тем, о чем рассказывает. Я вот сел в такой позе, потому что обычно Петр Леонидович очень раскованно сидит. Я думаю, мы пригласим сразу обоих экзаменующихся. Ну, тут все в зале засмеялись, потому что надо иметь некое, конечно, нахайство, копировать голос великого академика. И вошло вдвое экзаменующихся. Сейчас один из них кандидат наук, а другой доктор. Но в свое время их Петр Леонидович прогонял с экзамена, поэтому мы их и включили как экзаменующихся. И первая задача была тоже шутливая, это почему Луна не из чугуна. Ну, и каждый из них предлагал свое шутливое решение. Один там рассказывал, что вот по всем измерениям Луна, по-видимому, из сыра сделана там по разным, так сказать, коэффициентам отражения и так далее. А другой утверждал, что вот существует теория Капийцы, поскольку из которой следует, что Луна не может быть из чугуна. И при этом все члены экзаменационной комиссии, их было несколько человек, так лихорадочно кивали головами, и я тоже время от времени кивал. Дело в том, что обычно, если Капийцы, так сказать, что-то говорят приятное, то все начинают тоже, так сказать, кивать головами, но не из-под Халимства, как можно подумать, а просто, так сказать, людям приятно, что приятно Петру Леонидовичу. Вот когда они все рассказали свое решение, Петр Леонидович так задумался, сказал, что удивительно, как плохо наша молодежь решает задачи по физике. Ответ ведь очень прост, потому что на Луну не хватило бы чугуну. Ну, а кончается экзамен очень резко, Петр Леонидович обычно все проводит строго по регламенту, поэтому он просто говорит, все. Он обычно так встает. Некоторые нетерпеливые в зале поднимаются, он их устает. Тише, здесь, товарищ, все, садитесь. Я еще не ударил. Смотрит на часы, и когда стрелка красная подходит к крому чертелу, теперь можете идти. Есть знаменитое изречение Капицы, что только очень глупые люди не понимают юмора. И сам Петр Леонидович, он, так сказать, на юмор. И лучший способ среди сотрудников осадить Петра Леонидовича в гневе – это хорошо пошутить. Потому что вот был, например, случай, когда там Капицы кому-то приказал неподготовленно выступить, то сотрудник стал брыкаться и говорит, я же не готов. А Петр Леонидович говорит, что даже пионеры говорят, всегда готов. Сотрудник, видя, что ситуация уже критическая, дело в крик может обратиться, он говорит, ну, пионерам перед этим говорят, будь готов. И, так сказать, сразу атмосфера разряжается, Петр Леонидович улыбается, и, так сказать, боль прошла. Пан профессор Капица, хочу коснуться общего вопроса. Может ли сегодня армия ученых штурмовать науку, штурмовать природу без своих крупных полководцев? Это фрагмент интервью академиков Капицы Басова и Арцемовича польскому телевидению. Ну, что, это вопрос такой же, как, может ли армия воевать без большого полководца? Были ли случаи в жизни, когда армия завоевала что-нибудь без большого полководца? Конечно, не было. Но полководец без армии тоже ничего не может сделать. Но его создает сама армия, самая диалектика развития науки. В последние годы, как известно, быстро развивается физика низких температур. Что самого главного в этой области физики теперь? Что ожидается от физики низких температур? Мы ожидаем, конечно, многое, но всегда получается наоборот. И чем больше наоборот получается, тем более интересно. Ну, было когда-то неожиданно открыто сверхпроводимость, потом сверхтекучесть была открыта. Это вам Леонид, зачем она была открыта? Это было не совсем неожиданное явление, которое мы не могли предположить. Не знали, что они будут. Но когда они нашли, потом их разрабатывать было очень интересно. Но именно неожиданность эти открытия была, понимаете, их прелесть. Поэтому в науке все неожиданное представляет интерес. А все, что ожидаете вы, это рутина. Все началось здесь. И неприязнь к рутине, и поиски неожиданного, и парадоксальность мышления. Все то, что потом назовут российской эксцентричностью Капицы, родилось здесь, в Санкт-Петербургском политехническом институте. Здесь сформировались замечательные качества, которые на протяжении всей жизни помогали ему решать сложнейшие задачи. Изобретательность, оригинальность и одновременно простота решений. А учителем его был человек, которого и сам Капица, и целое поколение советских физиков назовут потом своим папой. Инженер по образованию, ставший доктором физики Абрам Федорович Иоффе. В 1918 году Иоффе основал первый в нашей стране научно-исследовательский физический институт. Не хватало материалов, инструментов, даже простейших приборов. Экспериментальные установки собирали своими руками, как говорится, из сургуча и веревок. И все-таки ставили опыты, делали работы, открывающие новые пути в мировой науке. Об одном из таких открытий, методе определения магнитного момента атома, доложили на традиционном семинаре молодые ученые Николай Семенов и Петр Капица. «Было так. Однажды Петр Капица явился к автору этих картин с мешком муки и петухом, богатством по тем временам сказочным». А сейчас мы остановимся перед картиной, история создания которой необычна. 1921 год. Петроград. Вот молодые люди, которые изображены на этой картине, тогда были еще совсем неизвестны. Они посещали мастерскую Бориса Михайловича Кустодиева. Кустодиев в это время работал над портретом Шаляпина. Один из них, Петр Леонидович Капица, как-то говорит Кустодиеву, «Борис Михайлович, почему вы рисуете знаменитостей? Нет, чтобы написать нас». И вот Борис Михайлович написал молодых ученых Петра Леонидовича Капицу и Николая Николаевича Семенова. Так и не удалось Борису Михайловичу Кустодиеву написать просто незнаменитых людей. Мешок муки и петух, добытый у мельника, которому Капица собственноручно построил гидравлический привод, стали гонораром за эту картину. Шла зима 21-го года. Петроградские физики обратились к правительству. Необходимо срочно наладить научные связи. Необходимо закупить за границей современные приборы. Иначе не будет движения вперед. Нельзя будет выполнить задач, поставленных перед учеными Советской Республикой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По распоряжению Ленина за границу была командирована специальная комиссия. Академики Крылов, Иоффе, доцент Капица. Это была трудная дорога. Трудная, потому что Капица уезжала из Петрограда, похоронив отца, жену двух сыновей. Трудная, потому что добропорядочная Европа, как огня, боялась большевистской заразы. В Германию Капицу не пустили, в Голландию тоже. Наконец, разрешили въезд в Англию. После окончания работы комиссии Иоффе написал в Петроград. Капицу хочу оставить здесь на зиму у Резерфорда, если он его примет. Красин дал согласие. Через неделю Петр Леонидович сообщил матери. Я сейчас нахожусь в волнении, как это пойдет у меня работа в Кембридже. Как это я столкнусь с Резерфордом при моем английском языке и моих непочтительных манерах. Это единственные кинокадры, запечатлевшие сэра Эрнста Резерфорда. Его лекция о ядерной физике. Таким он был. Второй из семи сыновей новозеландского фермера, ставший лордом Британской империи и, что важнее, величайшим ученым 20 века. Таким он был. Человек, постигший строение атома. Учитель, создавший уникальную международную школу физиков. Своих учеников, которые приезжали в его лабораторию со всего света, он называл мальчиками и больше всего ценил в них оригинальность идей, независимость суждений и остроумие. О появлении здесь капицы вспоминает английский академик Дэвид Шонберг. Его в Кембридже вспомнят почти как легенду с этих времен. Он попросил Ролефа, есть ли, может быть, какая-нибудь возможность поступить к вам. Ролефа сказал, к сожалению, мы очень набиты народом, лаборатория маленькая. В общем, не думаю, что есть возможность. Здесь капица показал свою, так сказать, как это сказать... Оригинальность. Некую оригинальность, да. И спросил вдруг Ролефа, какая у вас допустимая погрешность в ваших опытах в Кембриджской лаборатории. Ролефа ответил, немножко удивился, почему такой странный вопрос. Ролефа ответил, ну, для наших опытов, по крайней мере, 2-3% обыкновенно хватит достаточно аккуратно. Потом капица спросил, а сколько у вас народа работает? Сколько человек? Он сказал, ну, скажем, 30 примерно. А, в таком случае вы можете меня принять, потому что я буду в пределах вашей экспериментальной ошибки. Вы не заметите меня. Ролеф был очень впечатлен такого оригинального подхода и его принял. Если верить статистике 20-х годов, Кембридж был именно той точкой земного шара, где на каждый квадратный метр поверхности приходилось наибольшее число профессоров и студентов. Уже первые шаги капицы в Кембридже вызвали почтительное удивление. За две недели он выполнил практикум, на который отводилось два года. Потом поставил несколько опытов, одобренных самим Резерфордом. Потом на скорости 60 км в час вылетел из седла мотоцикла. Но наутро пришел в лабораторию, как ни в чем не бывало. О матери шли письма. Работаю усердно и с воодушевлением. Отношения с Резерфордом, или, как я его называю, крокодилом, улучшаются. Почему крокодилом? Потому что он, как крокодил, не умеет поворачивать назад и знает только одно стремительное движение вперед. Мои опыты принимают очень широкий размах. Последний разговор с Резерфордом останется мне памятным на всю жизнь. После целого ряда комплиментов он сказал, «Я был бы очень рад, если бы имел возможность создать для вас специальную лабораторию, чтобы вы могли работать в ней со своими учениками». «Я встретил в колледже профессора Резерфорда и спросил его, «Не находите ли вы, профессор, что я выгляжу умнее?» «Почему вы должны выглядеть умнее?» «Я только что посвящен в доктора философии». Он сразу поздравил меня и сказал, «Да-да, вы выглядите значительно умнее, и к тому же еще вы и постригались». Потом о судьбе капицы в Кембридже будет написано так. Его возвышение тем значительнее, что произошло оно в прославленной научной обители, издавной густо заселенной талантами. Всего через 8 лет после приезда безвестный практикант стал членом королевского общества по нашему академикам. Его опыты по измерению импульса альфа-частиц и созданию сильных магнитных полей приобрели всемирную известность. «Он изобрел новый способ получения очень высоких полях. Именно делать эти поля только на очень короткий промежуток времени, порядка соти доли секунды. И он любил немножко шутить по этому поводу, что он самый высоко оплаченный научный сотрудник в мире, потому что его опыты продолжаются всего несколько сотых секундах, а он получает нормальную зарплату за это». Розерфорд все-таки решился на то, чтобы добыть средства для возможности реализации этих идей Петра Леонидовича. Академик Юлий Харитон. «Более непросто, что эти деньги испрашивались для работы не англичанина, а русского, и при том не русского эмигранта, а русского советского поданного». Лаборатория Капицы стала достопримечательностью Кембриджа. Резерфорд показывал ее всем. Он так гордился экспериментальным искусством своего ученика, что однажды, желая поразить американца Роберта Будда, попросил Капицу специально изготовить нечто сногсшибательное. Капица изготовил в специальный сосуд, имевший форму рюмки, налил жидкий кислород, опустил туда стеклянную палочку, и все это поместил в установку. «Все собрались вокруг установки. Я тоже имел удовольствие там присутствовать. Ну, раскручивается машина, набирает скорость. Все так одним глазом смотрят, как будет реагировать ВУД. Смотрят на установку, где стоит эта рюмочка с палочкой стеклянной. Ну, Капица, наконец, включает рубильник. Палочка вылетает, разбивается. ВУД стоит неподвижно, на его лице буквально не дрогнул ни один мускул. Он такой типичный американист, такой высокий, стройный, с такой немножко лосадиной челюстью. Так, все с удивлением некоторым смотрят. Внезапно ВУД протягивает руку, берет рюмочку с остатками кислорода, говорит Капице «Ваше здоровье!» и выпивает жидкий кислород. Все с ужасом смотрят на это. Немая сцена. Проходит несколько секунд, ВУД выплевывает кислород, который находился у него в спероидальном состоянии во рту. Несколько секунд это можно сделать, только никому не советую, потому что один знакомый после того конуса истории попробовал этот фокус воспроизвести, но нечаянно немножко проглотил и долго хворал язвой желудка после этого. Нужно быть таким экспериментатором, как ВУД, чтобы это как следует безнаказанно сделать. Так что, в общем, ВУД и Петр Леонидович оказались достойными такими соперниками. Помните, что более всего ценил Резерфорд в своих мальчиках, кроме оригинальности мысли и независимости суждений? Остроумие. Свидетельство тому истории этого крокодила, которого придумал Капица. 3 февраля 1933 года в Кембридже, в этом здании, открывалась новая лаборатория, построенная Резерфордом специально для советского ученого. «Когда торжественная процессия приблизилась к входу, все замерли». «Все-таки Капица думает, что я осел, а не крокодил», – проворчал с улыбкой сэр Эрнст. «Неужели он полагает, что я не знаю, как он меня прозвал?» Будущие академики, лауреаты Нобелевских премий, почетные доктора, это Николай Семенов и Яков Френкель. А это, слева от отца, уже твердо стоит на ногах, будущий автор передачи, очевидное и невероятное, Сергей Капица. В этот день Петру Леонидовичу исполнилось 38 лет. Пятого декабря 1978 года самолет из Москвы приземлился в Стокгольме. Через несколько дней одному из великих ученых 20 века, советскому физику Петру Леонидовичу Капице будет вручена Нобелевская премия. По традиции, в честь старейшего из награжденных прозвучит на церемонии музыка его родины – русская музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ За фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур Нобелевская премия 1978 года вручается Петру Капице. КОНЕЦ Когда-то, давным-давно, он уже гулял по этой набережной Стокгольма. Только рядом была не Анна Алексеевна, а отец. И было ему ровно 10 лет. КОНЕЦ Тогда все было впереди. И годы, которые теперь уже прожиты, И открытия, которые теперь уже совершены. Тогда было детство. КОНЕЦ Он родился в Кронштадте. И в год его рождения газета сообщила, Что в городе этом улицы переулков 40, Площадей 6, А садов для общественного гуляния с музыкой 5. Его отец был военным инженером. Его мать собирала сказки. А сам он был изгнан из 3-го класса гимназии За убежденное неприятие древних языков. И потому перешел в реальное училище. Шла осень 34-го. Копица приехал из Кембриджа на каникулы, А остался в Москве навсегда. Надо было строить институт, Директором которого он был назначен, Подбирать сотрудников, С которыми предстояло работать долгие годы. Через 3 года на окраине города Появилось это здание. И остановку трамвая неподалеку от него Москвичи стали называть Институт Копицы. Созданный им институт Не был похож на то, К чему все привыкли. Копица сам стал отделом кадров. Единственный бухгалтер Мог при случае заменить лаборанта. Научных сотрудников было 5 человек. И вся их деятельность Определялась принципом, Который Петр Леонидович Сформулировал так. Только когда работаешь в лаборатории сам, Своими руками проводишь эксперименты, Только при этом условии Можно добиться настоящих результатов в науке. Чужими руками хорошей работы не сделаешь. В тот момент, Когда даже самый крупный ученый Перестает работать сам в лаборатории, Он не только прекращает свой рост, Но и вообще перестает быть ученым. Вот почему так не хватало Петру Леонидовичу его лаборатории, Того, что пока осталось в Кембридже. У этих приборов, У этих установок Особое место и в истории науки, Они открыли новый машинный век физики, И в истории человеческих отношений. Они – память дружбы двух великих ученых. Когда советское правительство Обратилось в Кембридж с просьбой Продать лабораторию Новому московскому институту, Резерфорд сделал все, Чтобы помочь своему другу. Он сказал, Эти машины не могут работать без капицы, А капица не может без них. Вскоре после создания института Пришли сюда молодой грузинский физик Элифтер Андреникашвили И механик Виктор Христюк. Они вспоминают. Я когда сюда приехал, Я этого места не узнал. Здесь стояла церковь, А вдруг стало совершенно новое здание. Но я подошел, смотрю, Написано, институт физпроблем. Откровенно говоря, я капицы не слышал. Откровенно говоря. Но я пришел сюда, в вестибюль, Спрашиваю, вот я могу предложить свои услуги. Поднимаюсь наверх, И меня вводят в кабинет. Громадный кабинет. Сидит солидный человек, Которого я не знал. Не имею к тому никаких оснований. Ни моральных, Ни интеллектуальных, Ни экспериментальных. Иначе попросил Его секретаря, Или референта Писаржевского, Доложить о моем желании его видеть. Он меня минут через 10 после этого принял. И у нас состоялся разговор. Я знал, что это академик. Я, в общем, смотрел на него все глаза, конечно. Но он позволял маленькие шуточки, так сказать, вот туда-сюда. Да, вы знаете, у нас работа разная бывает. Если даже вас попросят подмести пол, То у нас товарищи не отказываются. Понимаете, это такая черта у него была. Я говорю, ну, пожалуйста, я подмету пол. Кончил политехнический институт. Вы кончили политехнический институт. Я тоже кончил политехнический институт. Вы грузин? Да, я грузин. А у меня в родстве тоже были грузины. Ну, такой был немножко разговор. Очень непринужденный, вообще говоря. Но я бы не сказал, что он был очень толковый. Потом он мне сказал, что, значит, вы будете выступать на моем семинаре. Его семинары известны ученым всего мира под названием «Копишников». Известен их демократизм, острота споров, широта проблематики. Все то, что шесть десятилетий назад привлекала молодежь на семинары Папы и Офы. Все то, что породнило когда-то начинающего русского ученого и маститого английского профессора, и его разноязычных мальчиков, которые со временем все как один стали участниками кембриджских семинаров – клуба Капицы. Петр Леонидович в свое время курил трубку и носился по коридорам. Он посещал всех. Но кто хотел от него, так сказать, убежать, он реагировал на дым. Где дыма меньше, значит, нужно было туда бежать. Где дыма больше, можно было с ним поговорить. Он мог прийти раньше, чем люди начинали работать, с галстуком на боку, с разным ботинком. И это значило, что нужно начинать работу сначала. У него какая-нибудь появлялась новая идея и новые переделки. Он мог встать на станок и показать, как сделать. Может, не всегда умело, но пытался он это делать. Вот вы сделали плохо, можно сделать по-другому. И он любил всегда говорить, что на плохом станке хороший механик сделает хорошее изделие. А уж неважно, на хорошем станке ничего не сделает. Это его была приговорка такая. Никогда нельзя сказать, как он себя поведет. За пять минут нельзя сказать. За минуту нельзя сказать. Я к нему явился с трубочкой чертежей. Спрашивает, а что это у вас такое-то с трубочки? Я развернул, встал рядом с его креслом, развернул чертежи. И он посмотрел на них, на меня. Вы что, приехали специально для того, чтобы загружать мои мастерские? Вы что, Петленич, как-то вы? Мы вчера договорились, что я приду, вы мне разрешили? Да, я разрешил вам ко мне прийти, но я не разрешаю вам загружать мои мастерские вашими приборами. Вы, кажется, приехали для того, чтобы защитить у меня докторскую диссертацию? Да, докторскую диссертацию, сказал я. А я вас лишу кандидатской степени. Я говорю, за что вы меня лишите? Я вас лишу кандидатской степени за то, что вы не умеете использовать свои же собственных приборы, которые вы заказали две недели назад, а уже теперь несете мне новые. Его приборы были чрезвычайно просты. Очень ювелирные, но очень просты. Его эксперименты физические, они очень экономные. Они сделаны простейшими средствами. И вообще, нужно сказать, что чем проще эксперимент, тем он достовернее. А главная идея Капицы заключалась в том, что эксперимент должен быть однозначным. Он не может допускать двоякого толкования. В этой лаборатории было открыто явление сверхтекучести, теоретическое обоснование которому дал академик Ландау. Здесь одновременно с исследованиями гелия Капица занялся, оказалось бы, чисто инженерной проблемой. Разработал новый метод получения жидкого воздуха, а из него чистого кислорода. Температура минус 190 градусов. Сочное яблоко становится хрупким, как стекло. Потом о тех днях будет написано так. На экскурсии в институт приходили депутаты Верховного Совета, знатные стахановцы, артисты Большого театра и джаз-оркестра Утесова. Депутаты и стахановцы радовались, как дети, а артисты хлопали в ладоши. Этими потрясающими воображения фокусами Капица демонстрировал не столько возможности жидкого воздуха, сколько то, во что специалисты поверили не сразу, фантастическую эффективность своей установки. Новый метод дал стране экономию в сотни миллионов, сыграл огромную роль в годы войны. Кислород был нужен всем – металлургам и химикам, летчикам, танкистам, хирургам. Когда за эту работу Петр Леонидович получал свою первую золотую звезду героя социалистического труда, он сказал, «Наступит мирное время, и наши ордена, медали будут напоминать о той маленькой лепте, которую мы стремились внести в борьбу миллионов за свою свободу и счастье». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Наступит мирное время, и наши ордена, и наши ордена, и наши ордена, и наши ордена, что-то всегда привлекало к нему Музыкантов, писателей и особенно художников. Капицу писали молодым и в годы зрелости. Его рисуют и сейчас. Вот одна из недавних картин. Ее автор художник Дмитрий Жилинский. Мне кажется, он ценен каким-то своим абстрактным художественным умом, что ли. Он ведь экспериментатор. Его работа мысльная, струбные какие-то решения, которые, наверное, приходят ему не обязательно за прибором в лаборатории. И мне казалось, что Петр Леонидович художник. Художник не в смысле изобразительном. Мы когда хотим сказать комплимент музыканту, писателю, мы говорим «большой художник». И вот он, как ученый, большой художник. У него открытые глаза. Как он смотрит на цветы, как он любит сосны, как он любит простую, какую-то естественную обстановку природы. Вообще не с ним. Я понял, что он настолько восхищен стройностью создания всего. И, наверное, свои открытия он благодаря этому делает. Он в восторге от этого. Кто знает, быть может, именно такое восприятие мира или вера в справедливость или просто неистощимая жажда деятельности, творчества, работы помогли ему в трудные годы. У этой старошки есть свое место и в жизни капицы, и в истории физики. Когда пришлось на время уйти из института, он создал лабораторию здесь. Стал изучать природу шаровой молнии, образование морских волн, а потом начал исследование по электронике больших мощностей, исследование, которое продолжил, вернувшись в институт. Продолжение следует... Сначала рабочий на строительстве института. Потом электромонтер, лаборант. Теперь доктор наук, заместитель директора этой лаборатории. Такой путь прошел рядом с капицей Сергей Филимонов. Я работаю с Петром Леонидовичем после 1936 года. И вот это время, порядка 42 лет, пролетело молниеносно. Мне кажется, я недавно только пришел к ним. А дело все в том, что Петром Леонидович сам очень интересуется, любит работу. И как-то действует на других, вот в частности на меня, так же заинтересованно и я начинаю работать. И для меня истинное удовольствие работать с таким человеком. Таков уж капица. Его стихия превосходные степени. Вспомните, сначала он занимался самыми сильными магнитными полями. Потом исследовал самые низкие температуры. Теперь другая крайность. Самые высокие температуры, которые только доступны человеку. Плазмой я стал заниматься последние 10 лет. Если все пойдет благополучнее, это приведет к термоядерному реактору. Это очень большое, конечно, будет значение, как источник энергии. Но, чтобы это осуществить, еще надо преодолеть много трудностей. И никогда нельзя, будь уверен, что их можно будет преодолеть. А в науке всегда бывает 80-85% таких дел, которые неудачно бывают. И там 10-15% удачных бывают. Так нельзя же голову вешать все время, вот при всех неудачах. Почти, собственно, все крупные работы Капицы отличались вот тем, что, во-первых, современники их не очень легко воспринимали. Они входили в жизнь лет через 15 после того, как их сделал Капица. И это во-вторых. И в-третьих, они все живут до сих пор. Он несет в себе неожиданность поведения и неожиданность суждений и точек зрения, свойственных только ему одному. Его вопросы бывают так неожиданны, что они просто как кинжалы втыкаются в мозги. Главный его стиль, что это он всегда имеет оригинальные такие решения, которые как-то не проходят самому в голову. Пожалуй, для него наиболее характерно то, что это человек, живущий по своей собственной программе, по очень жесткой программе, на которую, как говорится, внешние обстоятельства никакого влияния не оказывают. Ярче ракеты, перья жарпницы, Многие лета делу капицы, Жест будет по свету, поступлю твердой, Взяв хрестопеду у Рейдзерфорда, Ширится пламя, пламя гостра, Прочно, как камень, дело Петра. Он родился за год до первого киносеанса Люмьера, когда люди только привыкали к электрической лампочке и не представляли, что возможен беспроволочный телеграф. С тех пор науке удалось многое, в том числе и с его помощью. Когда Петру Леонидовичу исполнилось 70 лет, одна из газет написала, он стал родоначальником целого направления в современной физике. Его вклад невозможно измерить только числом фундаментальных открытий изобретений. Его труды еще долго будут приносить зримую и незримую пользу. Без них уже невозможна нынешняя наука. Потом были и другие юбилеи. 75, 80 лет. Недавно исполнилось 85, а он не желает говорить о прошлом. Именно с этого начал Капица свое интервью советскому и американскому телевидению в связи с присуждением Нобелевской премии. «Чтобы нашим гостям было проще, я буду говорить по-английски», сказал Петр Леонидович, и еще раз повторил. «Только о прошлом ни слова. Наука – это настоящее и будущее. Я люблю настоящее и еще больше будущее». «Профессор Капица, вы сейчас работаете над сверхвысокими температурами. Как могут быть использованы в будущем результаты этой работы? Какие новые пути откроют они в науке?» «Я всегда повторяю, невозможно предсказать, что тебя ждет в науке. Я всегда повторяю, именно в этом и заключается самое привлекательное, самое прекрасное в научной работе. Поэтому ответить на ваш вопрос мне очень трудно, практически невозможно. Я никогда не знаю, что в конце концов получится из моей работы. И еще раз повторяю, это прекрасно». «Часто говорят, что у науки нет ни начала, ни конца». «Да, это так. Именно поэтому в науке все неожиданно. Насколько важно для простых людей, не ученых, а именно простых людей, знать и понимать то, что делается в науке, каковы достижения науки? Я думаю, что есть вещи, есть вопросы, которые должны знать и понимать все. Например, людям совершенно необходимо знать то, что делается в области ядерных исследований. Люди должны четко представлять себе масштабы и опасность ядерной войны. Мир похож на канатоходца, идущего по натянутому канату над пропастью. Канат может оборваться в любую минуту, если мы не будем осторожны. Вот каков сегодня мир. А нельзя ли взглянуть на эту проблему более оптимистически? Мой оптимизм в том, что уже сказано. Если мы будем благоразумны, будем осторожны, мир будет сохранен. В этом мой оптимизм. Дон Кихот, на стенах вашего кабинета много картин, изображающих Дон Кихота. Как вы относитесь к этому герою? Это мой самый любимый литературный герой. А почему именно он ваш любимый герой? Почему? Наверное, потому, что в своей жизни я тоже немало повоевал с ветряными мельницами. Как наука связана с искусством? Что в искусстве особенно важно? Какую роль оно играет в формировании человека? Искусство очень важно для человечества и для каждого человека. И для ученого, конечно, тоже. Ведь именно искусство во многом формирует и определяет духовное лицо человека, целых народов. Без высоких этических норм, без большой внутренней культуры невозможно подлинной гармонии личности. Культура создается столетиями, и каждое поколение, принимая эстафету духовности, должно вносить свой вклад. Без этого нет движения вперед. А теперь я хочу показать вам карикатуры на меня. науки двадцатого века, в том числе и с его помощью, удалось многое. Но Петр Капица по-прежнему любит повторять слова Гамлета, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Музыка. 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 Музыка.